Загорелся чердак крыши. Сам внутри крыши возник пожар. Анна показывает, что осталась от комнаты после пожара. Здесь когда-то хранились вещи и детские игрушки. Просто здесь водомер. Я всё закрывала. Не дай бог, чтобы от них есть вещи. Только пакеты с вещами было. Возгорание произошло примерно в 7 утра. В это время дети Анны смотрели телевизор. Неожиданно в доме погас свет. После кого-то снова свет, у нас часто выключают свет и ведутся ремонтные работы. Моя старшая дочка вышла посмотреть, вдруг это ей счётчик, и что, чтобы узнать. Я смотрю в комнате, и там такой дым большой. Я взяла быстренько братика под руку и разбудила бабушку. Мы вылетели, и всё, крыша горела, всё. Анна сразу вызвала пожарных. Говорит, соседи также не остались в стороне. Всеми силами помогали тушить огонь. По мнению специалистов, причина возгорания – короткое замыкание проводки. Но Анна с заключением не согласна. Чтобы что-то загорело здесь, здесь невозможно. Я во всех комнатах развила проводку. Здесь у меня ещё не хватило финансового средства, так как я одинокая мама, воспитываю трёх деток, мам-дагодетная семья. Вот тут был щуклацовка, и вот тут провод был, заходил, и вот тут висела лампочка. То сюда оно не доходило. Ну зачем оно здесь? Сейчас Анне с тремя детьми приходится ютиться в одной комнате. Но пламя достало и сюда. Женщина переживает, что в любой момент здесь также может обрушиться потолок. Да, вот здание комнаты, которая у нас уцелела. Просто здесь тоже туши, и здесь Верочка спала, старшая дочка. Тут невозможно спать. Спим мы сейчас все вот здесь на одной вот этой кровати, потому что потолок ещё как-то закрытый. Тут хоть есть окна у нас. После пожара в семье Горовых практически ничего не уцелело. Чтобы помочь Анне финансово, продуктами или детскими вещами, вы можете позвонить по номеру телефона, который видите на экране. Евгения Алей, Юрий Васильченко, ТВ5.